Зал для заседания, где проходило мероприятие, не мог вместить всех ветеранов войны, которые после окончания ее трудились на московском коксогазовом заводе. Пришли некоторые из них. Всех пришедших приветствовал директор Москокса Сергей Билан. Обратившись к ветеранам, он сердечно поблагодарил их за подвиг участия в войне, за победу, за многолетний труд на предприятии. Станислав Ходоковский прошел всю войну. После победы еще пять лет нес военную службу. Нас не демобализовывали, несмотря на ранения, понимаешь. Я осколок с собой таскал еще. Я только демобализовался в 50-м году, в октябре месяце. И сразу на завод. Вот здесь около 40 лет отработал на заводе. Владимир Дегтярев на заводе 49-го года. Приехав сюда в командировку, 19-летним юношей, остался здесь на всю жизнь. Он фронтовик, имеет много наград. Есть среди них и самая дорогая. Медаль партизана Отечественной войны первой степени. Этой медалью награждены молодые партизаны. Всего по Советскому Союзу 80 человек. 38 лет отработал в Коксовом цехе и Михаил Доля. Войну еще подростком воевал в истребительном батальоне. Исполняющий обязанности главы района Олег Хромов поблагодарил ветеранов за победу, за труд, отметив, что развитие Ленинского района состоялось и в том числе благодаря работе завода. Вашими руками после Великой Отечественной войны восстанавливался весь промышленный потенциал нашего района. Вы строили, отстраивали этот замечательный город, в котором мы сегодня с вами живем. Вы сделали все то, чтобы мы 70 лет с вами не чувствовали и не думали о таком страшном слове, как война. В преддверии 70-летия Победы и 50-летия Города Видное для ветеранов будет проведено еще много разнообразных мероприятий. Обязательно покажем завод, обязательно покажем тот сад, который мы заложили к 60-летию Победы. Он цветет, в мае как раз яблони расцветут, то есть это будет, вот им, я думаю, будет приятно. В заключении встречи всеми присутствующими было принято решение. В год стольких юбилеев, 70-летия Победы, 50-летия Дидного и 64-летия завода создать в городе аллею заводской славы. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.